Вектор на основе Эронаверум. И продукт наш нацелен на клетку, исток нашего организма, нашей жизни, нашего здоровья и нашей молодости. Здоровье и болезни определяют миллионных клеток в нашем организме. Начну, наверное, не с очень хорошей новости по поводу того, что в современном обществе развитие технологии изменения быта происходит быстрее, чем человек способен приспособиться к этим изменениям среды как биологический объект. На сегодняшний день в мировых классификаторах болезней, которых около 6 тысяч, порядка 80 тысяч связаны именно с взаимодействием человека как биологического объекта с окружающей средой. Вот это экологическое напряжение, которое создается, и эти болезни являются следствием нарушения отношений организма, которые проявляются от простой раздражительности, синдрома хронической усталости, до физических, психических объектов, дефектов, проявляются метаболическими нарушениями, сердечно-сосудистыми нарушениями, вплоть до онкологических опухолей. Не вызывает сомнения прямая зависимость нашего здоровья и здоровья наших детей, среда обитания, в которой мы находимся. Я думаю, все знают, что большое количество бронхолебочных заболеваний, заболеваний, связанных с раком легких, бронхиальной астмы, увеличивается именно в тех районах, где находятся промышленные предприятия, где происходит серьезный выброс в окружающую среду отработанных продуктов предприятия. И в России неуклонный рост заболеваемости, который связан не только со старением, но и с влиянием пагубным именно окружающей среды. Красная кривая, она говорит о росте именно первичных заболеваний. Нам все время говорят о том, что все заболевания наследственны, но всегда же кто-то бывает первый. И порой бывает, что у человека нет в наследственности ни онкологических заболеваний, ни диабета. И вдруг он или его родственник, или его дети заболевают этим заболеванием. Почему же так происходит? С 1990 года частота онкологических заболеваний у детей увеличилась на 13% болезней эндокринной системы, увеличились нарушения обмена веществ, болезни крови, бронхиальной астмы, болезни органов пищеварения очень сильно увеличились. Влияние внешних факторов при этом усиливается многократно при сочетанном воздействии разных негативных предметов. Допустим, мы сидим дома, едим еду, в которой есть консерванты, красители, ароматизаторы, подсластители. В это время на нас действует электромагнитное излучение, которое, ну вот, электромагнитное излучение, начиная с наших гаджетов и заканчивая линиями электропередач. Более того, химическое отравление промышленными, автомобильными отходами, наличие шумовых вибраций, как в слышимом, так и в инфразвуковом диапазоне, да, мы это порой не замечаем, но все это очень негативно сказывается на наше здоровье и прежде всего на нашу клетку. Именно поэтому открытие и создание нашего продукта ироновером стало жизненно необходимым, потому что именно он и является нашей защитой от всеобъемлющей агрессии окружающей среды. А сегодня о продукте, который несет в себя открытие нашего российского ученого, что мне, как россиянке, приятно многократно, потому что многие наши российские ученые незаслуженно в этом мире как бы забыты. Виталий Иванович Янковой, доктор биологических наук, профессор кафедры химии, имеет более 150 научных публикаций отечественных и зарубежных научных изданиях, 25 авторских свидетельств и патентов, 2 монографии, 4 изобретения профессора Янкового вошли в перечень 100 лучших изобретений России. Простите, что так долго, но это дань уважения нашему прекрасному ученому, благодаря которому мы сейчас имеем продукт, который феноменально сейчас поменяет наше отношение к нашему здоровью. Но это открытие осталось бы открытием, если бы не большой научно-производственный коллектив, объединивший в себе лучшие открытия отечественной науки и собственные разработки. Более того, компания ТАВИ личным участием производственным, финансовым участвует и способствует выходу на рынок продукта к потребителю. Задача у разработчиков стояла поистине грандиозная. Создать продукт, который основательно на клеточном, системном уровне сможет повлиять на невозникновение или неразвитие многих болезней, оказать влияние, находясь у истоков поломки. То есть создать продукт, который позволит не допустить болезней, связанных с генетическими мутациями, воздействием агрессивно окружающей среды, стрессами, некачественным питанием и образом жизни. Продукция Эронаверум создана для активного долголетия, запускает процессы оздоровления, омоложения, на клеточном уровне обеспечивая крепкий иммунитет, об этом мы поговорим, это один из эффектов, предупреждение о развитии серьезных заболеваний, оптимизация метаболических процессов, участвует в обмене веществ. Конечно, для нас очень важен антиэйджинг-эффект и замедление процессов старения, восстановление и приумножение энергетического потенциала человека. При нашей стремительной жизни, конечно, хочется быть активным, мы очень многозадачны, и для этого, конечно, нам нужно иметь энергетический ресурс. Это тоже будет решаться с помощью нашего продукта. И поскольку наш продуктор называется эффектор, важно будет знать, какие необходимые жизненные эффекты несут в себе ингредиенты, объединенные в этом продукте. Первый ингредиент это многофункциональный эронаверум, то самое открытие Виталия Ивановича Емкового, который внесет в себе репарационный митохондриальный эффект, иммуномодулирующий и противовирусный. Второй продукт, который внесен туда уже компанией ТАВИ, это спермидин, который несет в себе функцию защиты ДНК, аутофагии и антиэджинг, то есть очистка клетки для омоложения и очищения и адекватной ее работы является прекрасным онкопротектором. Более того, я вам скажу, что спермидин не даром именно спермидин является партнером многофункциональной эронаверум, потому что именно введение этого продукта многократно усилило действие эронаверум. И третий хитозаном. Казалось бы, хитозан это всего лишь доставка, хотя очень полезная доставка эронаверум в клетку, но она тоже несет в себе не только функции контейнера, она в себе еще несет и сорбентный эффект, что тоже немаловажно. На рынке очень много продуктов, капсулы которых содержат токсичные металлы, допустим, диоксид титана. Наш продукт абсолютно не токсичный, все его функции и все его компоненты несут только серьезные, позитивные оздоравливающие эффекты. Я сейчас буду говорить достаточно сложные вещи про ДНК, я сейчас расскажу, почему я это делаю, потому что, когда я сама стала разбираться, я поняла, что знание механизмов, как работает этот прекрасный продукт, дает веру, а вера дает здоровье, причем многократно усиливаясь, то есть, когда мы знаем, насколько точечно, насколько сильно и правильно работает продукт, это уже работает на психологическом уровне, наш мозг уже понимает, насколько этот продукт, попавший в нас, работает круто. Существование и поддержание жизнедеятельности живых организмов возможно только благодаря непрерывному потоку энергии, а также постоянному воспроизведению генетической информации и структур в процессе клеточного деления. Если не будет клеточного деления, у нас не будет, у нас клетка стареет и у нас ни о каком долголетии быть не может и, собственно говоря, жизнь наша прекратится. Поэтому клеточное деление, это, собственно говоря, есть наша жизнь. Клетки обновляются постоянно. Клетки печени каждые три года, клетки кишечника 3-5 дней, а вот клетки мозга и сердца достаточно важные клетки, они обновляются не так часто. Поэтому представляете, насколько сейчас важно сохранить эти клетки функционирующими, чтобы никакие агрессивные воздействия их не повредили и оставили их в рабочем состоянии. Собственно говоря, в обновлении клеток, в клеточном делении и появлении новых клеток участвуют нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты. Что же это такое? Это высокомолекулярные органические соединения, образованные остатками нуклеотидов. У нас есть два вида нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота, она отвечает за хранение и передачу информации. А все остальное, РНК-верум, это важнейшая функция по передаче и реализации наследственной информации. И возможно именно поэтому наше открытие связано именно с РНК-верум, поскольку ей все-таки принадлежит главная функционирующая роль нашей клетки. Каким же образом происходит обновление клетки? ДНК состоит из двух цепочек. В момент деления клетки две ее цепочки раскручиваются, остается по одной и потом комплементарно достраиваются до двух цепочек. И потом клетка делится и у нас получается каждая новая клетка, в каждой которой присутствует одна старая нить ДНК плюс достроенная новая. Соответственно у дочерней клетки тоже самый путь. Старая нить ДНК и новая. Этот момент называется репликация. Репликация, то есть воспроизведение еще одной клетки и еще одной ДНК. Но именно в момент раскручивания этих нитей наша ДНК становится максимально уязвима. Уязвима под воздействием неправильной ПА-среды, активных форм кислорода, изменений температуры. И такие изменения не так страшны и эволюционно организм создал систему репараций восстановления клетки. С помощью вырезается неправильно воспроизведенный кусочек ДНК и вставляется другой. Это делается с помощью другой ДНК. Небольшие повреждения возникают постоянно, поэтому ДНК в принципе без труда с этим справляется. Однако опять же говорю, наше агрессивное воздействие может повреждать эти ДНК намного чаще. Более того, могут повреждаться сразу две нити ДНК. И тогда у нас уже отсутствует возможность восстановить эту ДНК. И здесь нам на помощь как раз приходит наша прекрасная РНК. Первый момент. Она может собственно говоря служить матрицей для восстановления РНК. Это называется процесс обратной транскрипции. То есть уже не ДНК является матрицей для восстановления поврежденной ДНК, а именно РНК служит матрицей тем самым информационным агентом, который помогает собственно говоря восстановить ДНК в процессе ее удвоения. Повреждение ДНК это изменение химической структуры. Да, оно бывает однонитевое или двухнитевое то, что как раз я сказала двухнитевое повреждение ДНК считается достаточно серьезным и может привести даже к онкологическим заболеваниям. Важно, чтобы вовремя была проведена репарация структуры ДНК. Количество повреждений ДНК в момент репликации с годами становится вот просто лавинообразным, да, то, что допустим тысячу лет назад, да, это были какие-то изменения температурные, еще какие-то эволюционно наш биологический организм достаточно легко решал эти проблемы восстанавливая ДНК самостоятельно. Но поскольку лавинообразное повреждение ДНК становится практически нормой, нам нужны ресурсы внутри клетки, которые чтобы всегда находились вовремя. если ДНК вовремя не будет восстановлена, это несет в себе достаточно серьезные мутации. Причина возникновения мутаций, которые влияют на наше ДНК являются химические и физические агенты, свободные радикалы, да, которые накапливаются в нашей повседневной жизни достаточно много. Я вам открою секрет, вот даже наши эмоции, наши стрессы, да, это тоже вызывает нейромедиаторы, допустим, адреналин и норадреналин, они тоже вызывают большое количество выбросов активных форм кислорода. Представляете, а мы же нервничаем сейчас практически постоянно. У нас постоянно только это уже повреждает наши ДНК, плюс достаточное количество ксенобиотиков, ядов, которые находятся в земле, которыми обрабатывают наши посевы, да, от вредителей. Но это уже все одна экосистема, все это попадает к нам в продукты, мы никуда от этого не денемся. Да, ксенобиотики, лекарства, пестициды, полютанты из воздуха, бесконечный пластик, который сейчас уже даже стали находить в тканях и в крови человека. Вот, поэтому архиважно вовремя вводить ресурсы в организме для восстановления ДНК. Серьезные нарушения происходят в организме, если ресурсов не было и ДНК не было восстановлено. Отсюда, собственно говоря, возникают очень серьезные генетические мутации. Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает и не справляется с устранением повреждений. Опять же, я думаю, что это по причине отсутствия ресурсов, да, потому что эволюционно мы не расположены к такому количеству повреждений, да, а жизнь нам диктует совершенно не реалии. Поэтому в руках человека, собственно говоря, добыть этот ресурс самостоятельно. Вот. Как раз вот связь мутаций с репликацией ДНК, то, что вот как раз я сейчас и проговорила, что во время раскручивания двойной спирали ДНК для ее удвоения у нас происходят их повреждения. Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто в каждой клетке. Для устранения их последствий у нас есть, как я говорила, специальная система репарационная. Но мутации возникают только тогда, когда репарационные системы не справляются со своей работой. Скорость репарации ДНК зависит от многих факторов, включая тип клетки, возраст клетки и внеклеточную среду. Клетка, которая накопила большое количество повреждений ДНК и клетка, которая больше не восстанавливает сама себя, может перейти в одно из трех возможных состояний. Первое необратимое состояние покоя, известное как старение. Такая клетка уже не выполняет свои функции, то есть она уже и не делится, и не выполняет никакие другие функции клеточного дыхания, допустим, питания. Самоубийство клеток, также известное как апоптос или запрограммированная гибель клеток, что тоже ведет, собственно говоря, гибели клетки, болезни по старению. Но что еще более страшно, это нерегулируемое деление клеток, которое может привести к образованию опухолей раковых. Исследования нуклеиновых кислот являются одним из наиболее перспективных направлений в биологии, потому что именно они как раз способны предотвратить те самые повреждения, о которых мы только что поговорили. Благодаря своим уникальным свойствам в РНК находят все более широкое применение в медицине и в технике. И мировая научная литература описывает целый ряд уникальных свойств и функций РНК. Гениальным решением стало открытие Виталия Ивановича РНА-верум. Выделенный особым способом из пекарских дрождей РНА-верум включает в себя от 80 до 600 или 800 нуклеотитов, включающие в себя все виды РНК. Митохондриальную, информационную или матричную, транспортную и рибосомальную. Ее амфифильные свойства с помощью олеинового наконечника позволяют проникнуть вот этой большой нуклеотидной цепочке, которая будет использована клеткой для восстановления всей ее функции, причем не только в ядре, но и мы сейчас поговорим еще в одной прекрасной органелле. Все эти нуклеотиды нам будут нужны для восстановления ДНК. Внутри клетки РНК распадается на нуклеотиды, рибозы, азотистые основания, которые идут на синтез нуклеиновых кислот. Известно, что экзогенная внешняя РНК используется для синтеза ДНК, принимающей участие в метаболизме в синтезе РНК. Таким образом, совершен гениальный прорыв в решении современной репарации ДНК, позволяющей избежать мутации ДНК и следующих за ним заболеваний. В составе РНА-верум находятся разные типы РНК, митохондриальная, транспортная, информационная и еще ряд компонентов. То есть, наша информационная РНК идет как матрица для построения новых ДНК. Транспортная ДНК доставляет аминокислоту к месту синтеза белка в рибосомы и самая большая, наверное, часть, порядка 60-80% это рибосомальная РНК, в которой входит в рибосому клетки. Именно здесь происходит синтез белка. Более того, даже если у нас не хватает аминокислот для синтеза, сама рибосомальная РНК верун может явиться субстратом для синтеза новых белков, что тоже очень важно, потому что порой у нас бывает большой дефицит аминокислотный из-за наших ферментных нарушений. Исследование суммарной РНК представляет собой значительно интересно, как элементы большого полуклеточных РНК могут влиять на различные процессы в клетке, демонстрировать сочетанный эффект. Только что мы рассмотрели процессы репарации и репликации. Я только что сказала, что в состав РНА входит еще одна замечательная РНК митохондриальная. У нас в организме существует на самом деле не только одна ДНК, то есть наша ядерная, которая, собственно говоря, является нашей единственной родной, но у нас еще есть такой партнер в организме митохондрия, который снабжает нас энергией, у нее тоже есть своя митохондриальная ДНК, причем достается эта митохондриальная ДНК именно от матери. Поэтому женщины, матери, будущие и нынешние, представляете, насколько важно держать свои митохондрии в хорошем состоянии. Мы же передаем это здоровье своим детям, своим поколениям. митохондрии, что же такое митохондрии? Это вот такая органелла, энергетическая станция, которая находится внутри клетки. Они производят энергию в виде молекулы ДНК. Мы питаемся, мы дышим, и вот из этого субстрата, значит, из белков, жиров и углеводов с помощью цикла Крепса митохондрии получают определенные молекулы, которые потом поступают в электронно-транспортную сеть, и при помощи кислорода, порядка 400 литров, мы в сутки перерабатываем кислорода, оно, собственно говоря, обеспечивает нас энергией. Вот, и нарушение этой очень важной функции приводит к огромному количеству заболеваний. В первую очередь, это патологии мозга, сердца и почек. Функции митохондрии очень велики. Первое, это, конечно, производство нашего энергетического субстрата молекул АТФ. Это энергетическая валюта для всех наших живых клеток. Ни один процесс в нашем организме, ни один мускул, ни один фермент не будет работать без АТФ. Но это не все. Более того, даже все механизмы по делению клетки, репликации, восстановлению и все о том, о чем мы говорили до этого, все тоже происходит в процессе. Мы получаем энергию и с помощью этой энергии мы, собственно говоря, производим новые клетки. У нас происходит новое деление, омоложение. Представляете, какая серьезная взаимосвязь между митохондриями и ДНК в нашей клетке. Нарушение функций и ядерной клетки, и митохондрии, оно очень взаимосвязано. Митохондрии принимают участие в запрограммированной гибели и росте клеток и способны генерировать тепло даже без синтеза АТФ, инициируют противовирусные иммунные ответы и выполняют сигнальную функцию. Каким образом, если в клетку попадает вирус, если в клетку попадает вирус, митохондрия об этом сигнализирует. При этом вирус повреждает мембрану уже самой митохондрии, да, и митохондрия из своей мембраны выходит уже в открытое пространство в клетку. Да, для нашей клетки это враг, это антиген, да, и на него вырабатывается уже внутриклеточный иммунный ответ. Клетка может погибнуть, но таким образом она спасает наш организм от инфекции. Метохондрия передает в клеточное ядро информацию о состоянии собственного здоровья и о уровне энергетического метаболизма клетки в целом, то есть вдруг ей не хватает допустим клеток для создания большего количества АТФ допустим при каких-то физических нагрузках и в случае эффективной работы митохондрии в ядроклетке активируется часть ДНК, которая отвечает за синтез митохондриальных ДНК, да, и она дает сигнал о производстве новых органелл либо о восстановлении уже имеющихся, да, и если наша ДНК восстановленная, да, неповрежденная выполняет все свои работы достаточно эффективно, это важно уже также и для митохондриальной ДНК. Более того, наш эронаверум, имея в своем составе митохондриальную ДНК, также может быть использован для восстановления повреждений митохондриальной ДНК, а вот повреждения ДНК митохондриальной происходят еще чаще, чем ядерная ДНК, раз в 17-18, представляете, насколько важно их восстановить и вовремя получить субстрат для эффективной работы, потому что взаимосвязь ядерной ДНК, ядра клеток и всех его процессов с работой митохондрии абсолютно важна. При отсутствии метаболизма в клетке не происходит никаких процессов. В момент повреждения ДНК или в момент какой-то ошибки, когда возникает необходимость восстановить повреждения в ДНК, процесс репликации, то есть деления клетки, он останавливается, клетка понимает, что что-то произошло не так, останавливает процесс репликации деления клетки и начинает восстанавливать свои поврежденные нити. То есть мы таким образом получаем остановку деления. Остановка деления клетки это опять что? Это старение. Поэтому чтобы не допустить многократных остановок в делении и в репликации ДНК, нам нужно всегда иметь в составе в своей клетке субстрат для ее восстановления. Поэтому РНК верум, которая проникает с помощью ноу-хау еще открытия с помощью алиного наконечника внутрь клетки вот эти все 600-800 нуклеотидов, которые зашли в клетку митохондриальные, информационные, матричные, рибосомальные, транспортные, они все будут использованы клеток для своих репаративных и репликативных функций вовремя, не дожидаясь, да, и не теряя время, и не дожидаясь, пока возникнут уже какие-то мутации. Помимо коммуникации с ядром, у митохондрии есть сигнальные функции, то есть вирусные, да, то, что я рассказала, вирус попадает в клетку, повреждает мембрану митохондрии, митохондрия выходит в цитоплазму, да, и клетка реагирует на нее, как на вирус, как на бактерию, да, и у нас включается клеточный иммунитет, вот, и клетка митохондрия удаляется, все, иммунный ответ у нас усиливается. Кроме того, митохондрия сигналит еще и аппаразитарные атаки и принимают участие в ее, в ее отражении. Более того, воспалительный эффект могут вызвать митохондрии в ответ на проникновение инфекции, да, и у нас возникает, опять же, внутреннее появление новых фагоцитов, которые будут оздоравливать клетки. И вот, видите, на картинке две клетки. Слева у нас здоровая клетка, справа у нас поврежденные клетки. Эффекты наших митохондрий, это антивирусный эффект, это метаболический эффект, да, это взаимодействие с ядерной ДНК, это клеточное дыхание, да, и создание большого количества энергетического потенциала. И, конечно, стареющая ДНК, да, которая не смогла, опять же, не смогла поделиться, метахондриальная ДНК, она делится точно так же, как и ядерная ДНК, да, и все те же ошибки возникают, собственно говоря, и при ее делении, и в данной ситуации, опять же, наша эронадерум опять будет эдаким подспорьем в ее восстановлении, если они будут, если митохондрии будут повреждены, вот, но если митохондрия потеряла способность к делению, она стареет. И присмотрите, какие заболевания связаны со старением нашей митохондрии. Да, это хроническое воспаление, это метаболические нарушения, такие как сахарный диабет, это сердечно-сосудистые заболевания, да, это атерогенный эффект, неврологические нарушения, снижение биоэнергетической емкости клеток, да, вот все эти, все эти стареющие митохондрии, они должны быть вовремя удалены, да, это называется уже метафагия, да, когда удаляется, вот, более того, при недостаточном, недостаточной работе митохондрии у нас еще истощается пол стволовых клеток, а стволовые клетки это опять про наше омоложение, потому что это еще один ресурс для продления жизни и для продолжительности и для активного нашего долголетия. В биогенезе митохондрии принимает участие порядка двух тысяч генов ядерного генома, то есть есть, когда мы восстанавливаем ядерную ДНК, да, она опосредованно действует и на восстановление митохондриальной ДНК, что, собственно говоря, работает и в другую сторону, восстановление митохондриальной ДНК, опять же, с помощью нашей эронаверума, благотворно действует и на ядро клетки, в которой происходит синтез новых белков. Таким образом, репарационные способности нашей эронаверума в отношении ДНК, ядерной и митохондриальной ДНК в составе цепочки нуклеотидов РНК, да, высокополимерные амфифильные РНК, которые проникают в наши клетки в большой цепи, да, это очень большой ресурс, который может использовать клетку, клетка для своего, для своей защиты, причем очень такой важной, максимальной защиты. Еще один эффект, который мы можем получить от нашего замечательного открытия ронаверума, это противовирусный эффект. Сотни лет человечества борется с многочисленными болезнями, вызванными патогенными организмами. Большое количество эпидемий унесло жизни миллионов людей, да, но антибиотики, вакцины немножечко стали, они стали таким открытием в решении болезней, вызванных патогенными микроорганизмами. Однако вирус до сих пор оставляет некоторые проблемы в решении данной задачи. Почему же? Да потому что у вируса нет собственной клетки, и попадая в организм, она очень быстро стремится проникнуть в клетку, где начинает быстро размножаться, истощая клетку. Более того, у нее тоже есть своя РНК или ДНК, и вирус может заменить часть собственной ДНК на ДНК в нашем ядре. Более того, есть вирусы, которые являются онкогенными, например, вирусы попелом человека. Такие штаммы, как 16 и 18, они вызывают рак шейки маки. Поэтому открытие нового высокоактивного противовирусного средства, которым является наш базисный РНОВЕРУМ, это чрезвычайно важное событие для медицины. Противовирусная РНК это чисто российское изобретение. Давно было замечено, что экстракты из дрожжей помогают при некоторых вирусных заболеваниях. И ценность нашей РНОВЕРУМ в данном аспекте заключается именно в том, что она значительно повышает неспецифическую резидентность организма к инфекциям. И наличие в препарате выделенной РНК алииновой кислоты приводит к снижению ее растворимости в воде. Она обладает амфифильными свойствами, то есть она может проникать и в жирорастворимые, и в водорастворимые мембраны, что позволяет ей легко проникать внутрь клетки. Вот. Таким образом РНК, попав в клетку, она транспортируется туда, воспринимается как чужеродная частица. В ответ в организме синтезируется большое количество интерферона гамма, и в данных испытаниях было клинически доказано повышение интерферона гамма на 600%. По-моему, это совершенно фантастическое повышение, которое дает нам надежду на то, что мы все-таки одолеем этот вирус. Кроме того, РНВРом дозозависимо стимулирует массу лимфоидных тканей, тимуса и селезенки, а это как раз наши линии защиты, которые нам выдают наши фагоциты, ризосомы, которые являются нашими воинами иммунитета. Лимфоидная ткань это пол клеток, которые участвуют в уничтожении поврежденных и опухолевых клеток, и организмов. Такая стимуляция приводит к увеличению в плазме крови иммуноглобулинов М и Г. получается многоуровневая защита. У нас идет интерферонный ответ и внутри клетки, и в крови, и во всех внеклеточных средах. В Институте химической биологии фундаментальной медицины была испытана эффективность и доказана дозозависимая эффективность РНК. То есть, чем длиннее цепочка, тем сильнее интерфероновый ответ. Как я уже говорила, наша РНВР, ее цепочка составляет от 80 до 600 800 нуклеотидов. РНВР, как я уже сказала, вызывает иммунный ответ не только в крови, проникнув сквозь мембрану клеток, но и внутри клетки. Во время иммунного ответа в выработке антител предшествует активация и размножение Т-лимфоцитов, это клеточный иммунитет. Антитела связываются с вирусными частицами, а Т-лимфоцитов распознают зараженную вирусом клетки и убивают их, прерывая цикл размножения вируса. Наибольшую защиту против COVID-19 обеспечивает одновременное наличие в организме и антител, и Т-клеток, что как раз происходит при проникновении нашего РНВР в организм. Кроме того, не исключено применение препарата и для лечения рака, поскольку РНВР стимулирует выработку интерферона Альфа-2А, известных своими не только противовирусными, но и спермидин. Один это замечательный полиамин, который изначально вообще находится во всех клетках нашего организма, играет ключевую роль в процессах клеточного обновления. Этот полиамин впервые был обнаружен в сперме, что и дало ему такое название. Спермидин имеет большой положительный заряд, легко связывается с молекулами ДНК и РНК, входит в состав хроматина, это нуклеотид, и участвует в репликации как раз в удвоении ДНК стимулирует транскрипцию, то есть считывание с помощью информационной РНК кода ДНК и переноса его на рибосомы для синтеза новых белков. И концентрация спермидина очень сильно возрастает, когда идет очень интенсивный рост тканей клеток. Поэтому это дозозависимое состояние и спермидин нам серьезно необходим именно для обновления клеток и для омоложения. Еще эта молекула обладает широким спектром оздоровительных эффектов, включая противовоспалительные эффекты, является мощным антиоксидантом и улучшает дыхательную функцию. Но самой интересной функцией я бы сказала, что это защита ДНК, потому что именно спермидин не позволяет ДНК раскручиваться, а именно в раскрученном виде ДНК у нас максимально повреждается. И, наверное, конечно, уже очень многие знают, что спермидин стимулирует аутофагию. Это команда по очистке клетки, которая используется клеткой для уничтожения и разрушения белков, кусочков клеточной мембраны, кусочков вирусов, бактерий. Это может быть даже и остатки погибшей митохондрии. Опять же, при хорошем метаболизме, осуществляющей наши митохондрии, у нас аутофагия происходит очень хорошо, особенно если она стимулирована спермидином. Потребление спермидины с пищей снижает риск нейродегенерации, метаболических заболеваний, болезней сердца. Усиливающая спермидином аутофагия замедляет скорость снижения когнитивных функций из-за способности спермидина очищать бета-амилоидные бляшки в головном мозге. А бета-амилоидные бляшки ведут к нейродегенеративным заболеваниям, в частности болезнью с геймером. Добавки со спермидином усиливают метаболизм, обмен веществ в митохондриях и усиливают ее трансляционную активность. Особый интерес представляют противоопухолевые средства свойства спермидина, поскольку известно, что это опять клинические исследования, что он снижает смертность от рака. Связь между онкогенезом и спермидином определяется иммунной системой и аутофагией. С возрастом запасы спермидина снижаются, поэтому важно на протяжении всей жизни употреблять продукты с высоким его содержанием. Большое количество спермидина находится в пророщенной пшенице. Именно такой спермидин и находится в нашем замечательном продукте. И таким образом дополнительное потребление спермидина принесет с собой все вышеперечисленные функции. И я вам хотела рассказать как раз почему именно этот компонент продукта был выбран в качестве партнера. Потому что при создании средств адресной доставки лекарств, нано-препаратов и других биотерапевтических средств используются разные полимеры. Но преимущество отдается именно тем полимерам, которые имеют внутреннее происхождение, которые вырабатываются собственным организмом, которые в собственном организме биодеградируются, нетоксичны и хорошо проникают в клетку. Спермидин для этого просто идеальный партнер. И к настоящему времени накоплены сведения о руле спермидина в жизнедеятельности клетки, о его нетоксичности, о характере взаимодействия спермидина с нуклеиновыми кислотами, которые могут рассматриваться как обоснование для использования спермидина при конструировании биотерапевтических препаратов, в котором имеется наш эронаверум для транспорта биологически активных веществ в клетки и ткани, в частности для стабилизации и доставки нуклеиновых кислот. Насколько точечно был выбран партнер для нашей эронаверум? Браво разработчикам! Бриллиант нашей коллекции это нано-капсула, которая представляет собой сферическую полую частицу, оболочка которой образована полимером хитозана, это хитин из ракообразных. И внутри нее находится свернутый в клубок наша высокополимерная амфитильная РНК-верум. Она защищает ее от нежелательного воздействия ферментов желудочно-кишечного содержимого. Размер нано-капсул нашими разработчиками был уменьшен до 70 нанометров. Представляете 70 на 10 минус 9. Вот. Что таким образом увеличило ее проникающую способность. Именно желудочно-кишечный тракт капсула попадает в кровь, где уже там она подвергается разрушению с помощью фагоцитоза, да, а наша восхитительная РНК-верум, вся эта вот наша цепочка из 800 нуклеотидов быстренько проникает в клетку, осуществляя все заявленные функции. Помимо этого хитозан проявляет сорбентные свойства, связывая микробные клетки, радионуклеотиды, токсичные тяжелые металлы. Я думаю, это тоже очень немаловажная функция, поэтому хитозан в данной ситуации это не просто носитель продукта, но это еще один компонент, который имеет тоже свои функции. Резюмируя, да, в нашем продукте содержится три уникальных научных открытия. Первое, нанокапсулы, это самые крошечные хитозановые капсулы, размер которых минимален, он доставляет ВПРНК внутри себя, внутри себя, прямо в кровь, и там нанокапсулы хитозана воспринимаются макрофагами, как чужеродное вещество, активируя таким образом снова нашу иммунную систему, является сорбентом и дает возможность нашему открытию ВПРНК проникнуть в клетку. Второе, это особое патентованное строение, изобретенное высокополимерной амфифильной РНК, это олеиновый наконечник, который придает вот эту амфифильность, то есть способность проникать и через жир растворимый, и через водорастворимый мембраны. Кстати, мембрана клетки состоит из трех слоев, два из которых являются липидами, и один из которых является жир растворимым. Поэтому наконечник проходит сначала липидную оболочку, потом разворачивается и проходит через растворимую оболочку, потом снова разворачивается и проходит через снова жир растворимую оболочку. И вот таким образом происходит проникновение цепочки нуклеотидов в клетку. Вот вся цепь из 800 нуклеотидов попадает в клетку. И строение высокополимерно-амфифильной РНК способно длительно вырабатывать интерфероны, которые работают и в крови, и в клетке, что максимально повышает эффективность иммунного ответа. Что для нас важно, кстати, внутри клетки, потому что вирусы наши как раз живут, размножаются и губят именно нашу клетку. Резюм продукт, равному которому на рынке еще нет. Он обладает максимальным многовекторным влиянием на наш организм. Иммуномодуляция и противовирусный эффект, детоксикация, стимулирующий метаболизм, общее омоложение. Все эти функции ведут нас к активному долголетию. Это наш замечательный зонтик, который спасет всех наших агрессивных воздействий, не даст нашему организму иметь последствия вот этих воздействий и позволит ему правильно совершать обновление своих клеток, что будет нас омолаживать, что будет делать нас здоровыми изнутри, будет омолаживать не только нас внешне, но самое главное внутренне. Все наши органы будут своевременно обновляться, не будут возникать мутагенные воздействия, которые принесут нам большое количество хронических заболеваний, метаболических нарушений, сердечно-сосудистых нарушений, нейродегенеративных нарушений, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, все болезни, которые связаны с этими нарушениями. И постоянное употребление такого продукта планомерно будет обновлять весь ресурс и пол наших клеток и восстановит постепенно все системы нашего организма. В дополнение к нашему вот этому новому продукту, я считаю, что нисколько не стоит забывать о наших продуктах, которые будут закрывать наши дефициты, потому что не имея субстрата, но все равно, я вам скажу, очень трудно будет осуществить все заявленные функции, поэтому не забывайте и кормить свой организм. А для этого у нас есть замечательные функциональные напитки Тавиэнерджи, напиток с линджи, с мачо, совершенно фантастический продукт Сиамилк, поэтому вот все наши предыдущие продукты, они только будут обрамлять вот этот замечательный продукт Ронаверум. Более того, я как спойлер скажу, что это не один продукт, наши разработчики, конечно, постарались на славу, и нас впереди ждут еще великолепные композиции, базисом которых является Ронаверум. Это препарат постоянного или накопительного, но если оно будет постоянное, оно и будет накопительное. Почему? Потому что повреждения, это, собственно говоря, агрессивные воздействия окружающей среды, они же никуда не деваются, да, и поэтому угроза постоянных мутагенов, она постоянно присутствует, и наша клетка все время под прицелом, да, поэтому нам постоянно нужно принимать защиту. Если вы все равно хотите воспринимать его курсами, то, ну, как минимум три месяца, да, чтобы хотя бы все системы, все наши клеточки смогли, собственно говоря, восстановиться, да. Многих пугает слово грибы, особенно пекарские дрожжи, из которых получают РНК. Совершенно напрасно, на самом деле это не только российские ученые получают РНК, из пекарских дрожжей, это, в общем-то, общемировая система, собственно говоря, если вы переживаете за какую-то, я так понимаю, пищевую чувствительность к дрожжам, то в данной ситуации извлекаются именно нуклеотиды, да, и все остальные частицы, которые могут привнести какие-то аллергические или пищевые непереносимости в данной ситуации в продукт не попадают. Спермидин если препятствует раскручиванию, так как же репликация? Нет, он, спермидин воздействует не на момент воздействия на ДНК во время репликации, он воздействует не на ДНК не в момент репликации, а в момент, когда он закручен, и вот в этот момент, когда вот он бывает раскручивается по причине опять же каких-то это опять такая сложная тема там ацетилтрансфераза на вот накручивается на гистоны если вдруг вот она спадает с этой катушки да вот тогда она под раскручивается это днк и в этот момент вот она может повреждаться но это не в момент репликации и